В Заурале происходят временные перебои в вещании телеканалов и радио. В регионе на телевизионных станциях проходят плановые работы. 12 и 13 января работы уже прошли в Кургане и Шадринске. Возможны перерывы в вещании цифровых эфирных телеканалов первого и второго мультиплекса, а также Радио России. Работы будут проводиться с 8 до 17 часов. 14 января профилактика запланирована на передающем центре в Макушино, а 15 января в Шумихе. Компания «Зауральские напитки» получила очередную медаль в свою копилку. Природная питьевая вода «Свежесть» была удостоена серебряной медали за высокое качество по итогам международного конкурса «Качество пищевой продукции. Гарантия качества 2020». В конкурсе приняли участие 145 предприятий пищевой отрасли из 50 регионов России и Казахстана. Все представленные образцы продукции были зашифрованы, а после переданы на дегустацию. Качество оценивали профессиональные дегустаторы девяти отраслевых научно-исследовательских институтов. Курганской областной клинической детской больницы имени Красного Креста маленькие пациенты проходят диагностику на новом магнитно-резонансном томографе. Современное оборудование стоимостью более 67 миллионов рублей лечебное учреждение получило в рамках нацпроекта здравоохранения. Раньше на подобную диагностику ребят приходилось отправлять в другие лечебные учреждения. Теперь более оперативно и точно могут поставить диагноз, от которого зависит лечение ребенка непосредственно в больнице Красного Креста. Новое рентгеноборудование также установили в Катайской и Варгашинской центральных районных больницах. Стоимость каждого аппарата составила более 11 миллионов рублей. Шадринской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности ЗАО «Шадринский завод ЖБИ». Установлено, что с августа по декабрь 2020 года предприятие не выплачивало 75 работникам заработную плату, что привело к образованию перед ними значительной суммы задолженности в размере более 3 миллионов рублей. По результатам надзорных мероприятий в отношении генерального директора ЗАО «Шадринский завод ЖБИ» в январе текущего года возбуждено уголовное дело. По итогам принятых межрайонной прокуратурой мер задолженность по заработной плате погашена перед всеми работниками организации. В библиотеках Кургана меняют бумажные читательские билеты на электронные. На автоматизированное библиотечное обслуживание уже перешли библиотека имени Маяковского и модельная библиотека имени Куликова. Теперь вместо привычного бумажного билета каждый посетитель получает пластиковую карту с персональным кодом владельца. Читатель может самостоятельно найти книгу, оформить ее для выноса с помощью удобного терминала самообслуживания, самостоятельно сдать прочитанную книгу обратно в библиотеку, а также узнать о задолженности и сроках возврата книг. Жители Курганской области смогут оформлять водительское удостоверение и документы на транспорт со скидкой 30% до 1 января 2023 года. Скидки в 30% от стоимости государственной пошлины предоставляются при обращении в Госавтоинспекцию через портал Госуслуг. Эта льгота, введенная в 2017 году, должна была закончиться в декабре 2020-го. Но правительство Российской Федерации приняло решение, понижающий коэффициент сохранить. В Госавтоинспекции напомнили, что через единый портал Госуслуг можно зарегистрировать автомобиль, снять его с учета при продаже, без посещения подразделения ГИБДД, записаться на сдачу квалификационных экзаменов, на получение права управления транспортными средствами, а также получить или заменить водительское удостоверение. Стоимость пошлины при этом будет отличаться в зависимости от выбранной услуги. В региональном управлении ГИБДД добавили, что в период пандемии COVID-19 запись через портал Госуслуг поможет не только сэкономить время и деньги, но и сберечь здоровье, сократив контакты с другими людьми в общественном месте. С начала нового года досудебные споры граждан с банками и другими финансовыми структурами рассматривает финансовый уполномоченный. Ранее уполномоченный разбирал претензии к страховым и микрофинансовым организациям. Теперь через него можно решить споры с банками, негосударственными пенсионными фондами, ломбардами и кредитными потребительскими кооперативами. Если ваши имущественные требования к финансовой организации не превышают 500 рублей, сначала нужно попробовать уладить спор с самой компанией. Необходимо направить в ее адрес претензию и дождаться ответа. Если ответ вас не устраивает, до подачи иска в суд необходимо обратиться к правозащитнику. Для гражданина обращение к комбудсмену бесплатно. Решение может быть обжаловано в суде как потребителям, так и финансовой организацией. Компания, спор с которой вы пытаетесь разрешить, должна быть включена в реестр финансовых организаций, обязанных организовать взаимодействие с финансовым уполномоченным. Или в перечень финансовых организаций, организующих взаимодействие с финансовым уполномоченным на добровольной основе. В противном случае нужно обращаться в суд без посредничества. Правительство снизило ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса. В Курганской области более 1300 человек платят налог как самозанятые. Они могут оформлять кредиты и развивать бизнес. По новым правилам, максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку Центрального банка, увеличенную на 2,75%. Ключевая ставка на сегодня составляет 4,25%. То есть ставка по кредиту составит 7% годовых. До постановления льготные займы выдавались под 8,5%. Решение о снижении ставки принято в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. На новогодние праздники в Заурале зарегистрировали более 3800 случаев УРВИ. Из них в Кургане более 1800 случаев. В Управлении распотребнадзора по Курганской области сообщили, что зафиксировали снижение заболеваемости во всех возрастных группах. В регионе циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев заболевания гриппа не выявили. Проконсультироваться по вопросам профилактики респираторных инфекций можно в Едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону 8 800 555 49 43. В прошлом году в городах и селах Курганской области ликвидировали более тысячи свалок. Общая площадь очищенных от свалок территорий составляет почти 700 тысяч квадратных метров. Сейчас обнаружение и ликвидация таких объектов находится в зоне ответственности глав. Отношение жителей к проблеме не менее важно. Граждане должны сохранять окружающие территории в чистоте, а также могут сообщать о несанкционированных свалках в администрацию своего района или города. В прошлом году аграрии за Уралия ввели в сельскохозяйственный оборот более 30 тысяч гектаров ранее используемой пашни. Это позволит дополнительно обеспечить регион качественными продуктами от местных производителей и нарастить экспорт. В Курганской области уже определились лидеры по вводу в оборот ранее используемой земли. Это Целинные, Куртомышские и Альменьевские районы. Пустующих полей в Курганской области становится меньше с каждым годом. И от этого местные фермеры и аграрии только выигрывают. Благодаря мирам поддержки в ближайшие три года в Курганской области планируется ввести в оборот не менее 140 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни. На водоемах за Уралия январские морозы постепенно увеличивают толщину льда. Последние замеры инспекторов ГИМС показали, что толщина льда на реках региона составляет от 40 до 70 сантиметров, а на озерах – до 90 сантиметров. Однако даже толстый лед не может гарантировать абсолютной безопасности. Так, во время инструктажей и профилактических бесед гражданам напоминают, что лед наиболее непрочен под снежными сугробами у обрывистых берегов, а также в местах впадения и вытекания из озер, рек и ручьев, а также возле вмороженных в лед упавших деревьев и коряк. В случае происшествия незамедлительно звоните по телефону 101 или 112.